Всем привет! В данном видео поговорим о мифах о мопеде Альфа. Мопед типа Альфа, пожалуй, самый продаваемый вид двухколесной мототехники в России. В сочетании самой доступной цены, 50-60 тысяч рублей, и набора подходящих к массовому покупателю характеристик, сделали этот мопед хитом. Итак, основные мифы о мопеде Альфа. Первый миф. Все мопеды Альфа одинаковые. Но это не совсем так. Да, и исходный набор элементов, присущие Альфа. Это характерная рама, двигатель, колеса, подвески. Но и существует достаточно много различий в комплектации разных производителей. Конструкция отдельных узлов и деталей, и в их качестве. Второй миф. Альфа универсальный мопед для любых условий. Альфа все-таки дорожный мопед, в идеале для асфальта. Да, на нем можно ездить по сельским грунтовкам, что и делают миллионы людей. Но конструкция его больше дорожная, и не обеспечивает особого комфорта при движении по ухабистым дорогам. Миф номер три. Альфа подойдет любому человеку. И это не совсем так. Да, на Альфе может ездить и человек ростом 185 и 190 см. Но разве что временно. В целом, это небольшой легкий мопед. Высоким людям, ростом от 180, он будет маловато. Так как переключать передачу будет неудобно. А то и вообще, руль будет упираться в колени при поворотах. В целом, Альфа больше подходит людям среднего роста и комплектации. Четвертый миф. Альфа – китайский хлам. Разваливается новый на ходу. И это не совсем так. Современные Альфы, напротив, для своей цены очень достойны к качеству. Да если это и было бы не так, их бы не покупали бы стоями тысяч. Альфа споставим по качеству с другими бюджетными китайскими товарами в своей сфере. Телефонами, бытовой техникой. Пятый миф. Рама Альфа – говно. Ненадежно. Рама Альфа сделана по технологии массового производства. Такая же технология используется в производстве деталей автомобилей. Это две выштамповки из листовой стали, сваренные по контуру роботом. Да, возможно ее уведет, если на ней выполнять прыжки в карьерах. Как это и нередко любят делать в сельской местности. Но в целом она вполне надежна от листового целевого применения. Легкого дорожного мопеда. Миф номер шесть. Japan Technology. Как ни странно, до сих пор есть люди, которые верят в надписи. Встречащиеся на отдельных деталях Альфы. Тайвань, Japan Technology. Альф, конечно, последний винтикопродукт массовой китайской промышленности. Без всяких вариантов. Миф номер шесть. На Альфу есть все запчасти. В целом это так. Все-таки самый популярный мопед. Но каждый год появляются новые модификации. А специфические для них запчасти подтягиваются позднее. Также из-за огромного ассортимента Альф. Наличие продавцов просто может не быть, например, боковой крышки нужного цвета. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.